Ну что, поехали с нами по делам, немножко прокатимся. Света дома нет, интернета тоже нет, мобильная связь не ловит. В общем, я узнала у нашего провайдера, что они могут сделать интернет, чтобы работал дома без света. Эта услуга будет стоить 2500 гривен. Ну вот мастер приедет, мы узнаем об этом поподробнее, что-то там подключат и надеемся, что будет интернет, даже если нет на районе света. Ну конечно же, для этого нужно как-то подпитывать роутер, чтобы в доме был свет. То есть это либо генератор, либо какой-то такой вот мощный пауэрбанк специально для компьютера, для роутера. Но генератор у нас есть. Это, конечно, дорогое удовольствие. И вот мы думаем, может быть, прикупить еще такой вот именно для роутера пауэрбанк, чтобы не включая генератор, у нас дома был интернет и можно было пользоваться планшетами, там разными телефонами, компьютером. Короче, хотим об этом все узнать поподробнее. Потому что мы в этом ничего не понимаем, не знаем. Немножко понимаем, но не все. Ну вот сейчас так и продолжаются вот эти экстренные отключения света. Ну вот Костя говорит, и он прав, что даже если закончится все это безобразие, это война, даже если они сейчас все починят, после войны они будут все это восстанавливать, будут отстраивать, и все равно перебои со светом будут. Так что то, что мы сейчас хотим вот это делать, я думаю, что оно пригодится. Будет смешно, если ребята вот все починят, и у нас опять будет, как и раньше, интернет и свет. А мы сейчас такие выбрасываем на это все деньги, и через два месяца оно раз, и больше никогда в жизни не понадобится. Дай бог, чтобы это было так. Мы даже жалеть не будем. Короче, ребята, мы на новой почте. Посмотрите, одни генераторы стоят. Здесь такая очередь, и люди один через одного забирают генераторы. Вот так вот. Только что на новой почте, там эти генераторы разбирают точно, вот как все говорят, как пирожки. Ну вот, и что вам сказать. Люди собирали себя на одежду, на какие-то путешествия, а сейчас из-за этих тварей должны тратить эти собранные свои заработанные копейки на генераторы. Мы приехали вот еще канистру подкупить, но нам сынуля уже подарил. Покажи, Костя. Вот они стоят. Короче, 20-литровая, 1700 гривен. 1780. Это маленькие, маленькие вообще не интересуешь. 5 литров, зачем оно надо? Ну, лично нам не надо. Вот, вот такую бы, только большую, да? Это же на сколько тут литров? Покажи. 5 литров. 5 литров. 5 литров. На 20 такую, если бы найти где-то. Да, там такую. А ну-ка, сейчас. Да, с 9. Ребята, аккумуляторы тоже расхватывают. Смотрите, пустые полки. Посмотрите, какая здесь елка. Класснючая. Прямо уж настроение поднялось, честное слово. Скоро Новый год. И сразу под елочкой шампанское. Здорово. А вот. Светофоры заработали, наверное, дали свет. Костя, почем там цены на бензин? Так, тут только 95-й, 51-79. И больше никакого нет? Да. Только 95-й. Дизельное топливо, 54-99. Да, главное, что он есть. И смотрите, очереди ничего нет здесь. Пусто. Может, и бензина нет? Есть. Сейчас мы будем заправлять канистры. Одна у нас... Вот, смотри, канистра какая вообще не сертифицированная. Вон, белая. Ну, вот. Под масло какого-то сливочного. Ребята наливают в любые канистры. Кто-то там говорит, что только в железные. Не верьте, не слушайте, это маразм. Наливают вот с канистрой, вот тоже с пластиковой. Посмотрите. Наливают в любые. В эпицентре спросили за вот эти вот зарядные устройства, зарядные станции для роутеров. Сказали, что все разобрали уже подчистую. Нет вообще никаких. Ну, надо где-то будет искать через интернет. Может быть, где-то еще что-то осталось. Грибут все такое, что для света нужное. Со страшной силой. Что-то очень много сегодня этих мигалок ездит. Пожарных. Ну, вот. Пока мы стояли на заправке. Видели пару машин. Все заправляют и машины, и еще канистры дополнительно. Все затариваются бензином как могут. Потому что дальше что будет, наверное, еще хуже. Вот тут у нас свет на верхнейшем. Все в темноте. В общем, ребятки, вот так вот в темноте такой живем. Ну, ничего. Дай Бог, это все скоро закончится. Всем мирного неба. Подписывайтесь на канал. Будьте с Одессой. Будьте с нами. До следующего ролика. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok